Взглянем на цены крипто. Сегодня утром биткоин стоит 55 тысяч, а тем временем к нам присоединяется Майкл Сейлор, исполнительный председатель MicroStrategy. Ты снова закупился, ты никогда не останавливаешься от добавления позиций своей компании. У тебя полно храбрости, ведь на этом пути было много взлетов и падений. Во времена, когда даже я заволновался, можешь ли ты рассказать, приближался ли ты к маржин-колу или чему-то такому в MicroStrategy. Что ж, когда рухнул банк Silvergate, нам пришлось признать убытки. Но в итоге этот выкуп обернулся нам выгодой. Мы на это много заработали и выплатили заем Silvergate. Но с августа 2010-го это было великолепное путешествие. MicroStrategy закупила биткоин на 8,3 миллиарда долларов. И биткоин рос на 45% в год, в среднем, в то время как S&P на 12. И из-за того, что мы зашли с плечом, компания выросла на 825%. Лидер номер один S&P NVIDIA выросла на 821% по состоянию на пятницу. То есть мы обошли каждую компанию в индексе S&P, используя биткоин-стратегию. Чем-то еще MicroStrategy занимается? Мы по-прежнему занимаемся программным бизнесом, это для нас денежная корова. Но основной наш бизнес – это разработка биткоина. То, что мы делаем, мы обеспечиваем биткоин безопасностью. Мы продаем людям конвертируемые аппликации, которые не хотят оказаться заложниками волатильности и всех рисков биткоина. Некоторые люди хотят 150% риска. Некоторые торгуют акции и опционы с большим плечом. У нас присутствует очень большой и очень глубокий рынок опционов. У нас есть высокорезультативные акции. По сути, мы стали первооткрывателями на рынке биткоин-облигаций, выпуская эти конвертируемые облигации, которые обеспечены залогом биткоина в пятикратном размере. Как ты думаешь, поменялось ли что-то в классе инвесторов, инвестирующих в ваши акции, по сравнению с теми, кто инвестирует, например, в ETF? Очевидно, первый имеет большее плечо, чем второй. Да, если ты инвестируешь в ETF, ты получаешь один к одному. Комиссию в 25 базисных пунктов и никакой прибыли. Но когда мы выпускаем на миллиард долларов конвертируемых облигаций под 1%, мы забираем 50% премию или же 50% вознаграждение по прибыли наперед. А еще мы забираем ставшуюся прибыль в конце. В итоге то, что вам нужно, это отложенный налог на доход по вашему активу. Но, быть может, вы хотите войти в рынок конвертируемых облигаций? То есть, если ты хочешь занять миллиард долларов под 1%, купи на него биткоин и держи 7 лет. Как физлицо, ты это сделать не можешь. Но макростретеджи может. Прямо сейчас я видел в заголовках, что 1,2 миллиарда долларов в виде оттока произошло из биткоин-ETF. И мне интересно, как ты думаешь, что происходит с точки зрения влияния этих ETF на цену биткоина? Я думаю, что в целом это сыграло позитивную роль. Они обеспечили больше спроса. Но не забывай, что биткоин это быстрые, умные и сильные деньги. Так что субботней ночью, если тебя беспокоит ракетный удар, ты не можешь телепортировать свою квартиру в миллион долларов в Сингапур с плечом к 10 к 1, зашортив в Нью-Йорке свою недвижимость в 100 тысяч долларов. Но ты можешь зашортить 100 миллионов с биткоином, взяв в долг 10 миллионов долларов. Так что здесь есть быстро двигающие деньги трейдеры, огромная волатильность. И это, в свою очередь, запустит волну в волатильность ETF. Но это нечего страшного. Слушай, мог бы ты объяснить эту историю, которую только что рассказывал насчет запуска ракеты? Ведь есть ощущение того, что люди говорят о биткоине как о цифровом золоте. Может, по-прежнему ты так и считаешь. Но часто он не ведет себя как цифровое золото в разгаре ракетного удара. Да, это самый ликвидный, взаимозаменяемый, свободный рынок капитала в мире. Да, апартаменты Нью-Йорка не такие взаимозаменяемые и ликвидные. С ними я не могу провернуть паник сел. Поэтому при наступлении краткосрочной паники биткоин торгуется очень и очень активно. Но разве не должно быть наоборот? За долгосрок он растет в 44% в год. Каждый год ты либо получаешь 12% в годовых с S&P, используя индекс волатильности VIX, или получаешь 3x от индекса волатильности VIX в 44%. Так что в долгосроке, если ты инвестор, все получается наилучшим образом, потому что это уверенный капитал. В краткосроке же, если ты трейдер, ты получаешь значительную возможность арбитража. Является ли это некоррелирующим активом, на который могут рассчитывать люди, или это рисковый актив? Знаешь, в ближайшее будущее те, кто имеют самое большое количество денег, могут решить сами, коррелирует он или нет. Опять же, я могу в субботу вечером открыть сделку с плечом в 20x, при этом торгой и в лонг и в шорт. Майкл, послушай, ведь вся идея работы с плечом и того, что неотъемлемо является столь волатильным, вызывает у некоторых большие опасения, даже гораздо большие, чем нужно, на мой взгляд. Что может случиться наихудшее, подобное, что уже происходило в ситуации работы с плечом, имея в виду эти биткоин-идеев? Я думаю, вот что произойдет. Люди, торгующие за рубежа на бинансе, с плечом 20x, сольются в субботу ночью, когда вдруг образуется потенциальная опасность ракетного удара. Существуют так называемые криптотрейдеры-дегенераты, но, с другой стороны, то, что тебе нужно, это открытый, свободный рынок капитала, в котором любое может трейдить любым желаемым способом. Поэтому, если ты собираешься выдержать больше четырех лет, то с этой волатильностью ты получишь непревзойденный результат. Генслер и все то, что мы видели. Вот мне интересно, как ты думаешь, есть анекдотические подтверждения того, что он думает на самом деле, с точки зрения регулирования биткоина? Учитывая, ты думаешь, что он на самом деле потратил 100 часов, на твой взгляд, необходимый для того, чтобы разобраться в этом? И если это так, то как ты оцениваешь то, что он не смог это остановить на самом деле из-за судов? Но ведь определенно он пытался. Как ты это опишешь? Ты знаешь, я думаю, что настоящая администрация была очень сдержанная в поддержании криптоэкономики. Они движутся очень медленно и умышленно осторожно. Но они хотят двигаться или нет? Что ж, перед тем, как Генслер стал председателем SEC, риторика исходила еще более противоречивой. Но как Генслер встал у руля, мы услышали, как Джером Пауэлл, Кристин Лагард, Гэри Генслер, все говорят, что биткоин — это спекулятивный цифровой актив. И на самом деле, это было шагом вперед. Одобрение всех этих ETF стало вторым шагом вперед. Так что, на мой взгляд, очевидно, что мы все с вами ждем начало того, как большие и крупные банки начнут предоставлять услуги по хранению биткоина. Это станет третьим большим шагом. Думаешь ли ты, что выборы повлияют на ситуацию? И считаешь ли, что Дональд Трамп более дружелюбен к биткоину, нежели, скажем, Байден и Харрис? Нет никаких сомнений, что позиция республиканцев более про крипто. Республиканцы или Трамп? Трамп! Трамп! Или же ты считаешь, что, в частности, есть некоторое напряжение между 21 веком и 20 веком. И в 20 веке, чтобы компания стала публичной, нужно было заплатить сотни миллионов долларов и потратить 4 года. А я это знаю, я делал это в 92-м. В 21 веке я могу создать публичный крипто-токен за 4 часа, заплатив 100 баксов. Так что у нас имеется сотни миллионов компаний, желающие стать публичными, и актив в миллионы раз более дешевый и быстрый. И это криптоэкономика. В традиционной экономике тебе нужно 4 года и 20 миллионов в год на комплаенс. Я считаю, что эти две стороны друг с другом сейчас спорят. Но очевидно, что будущее гораздо более быстрее, умнее, сильнее. Но ты знаешь, что думает насчет биткоина сенатор Элизабет Уоррен, если она станет... Я видел ее большие достижения. Политические ветра меняют направление. И я бы сказал, что в настоящий момент республиканцы поменяли взгляды значительно на более прогрессивные, а демократы склоняются к середине с точки зрения биткоина, с точки зрения их взглядов на крипто и биткоин. И, скажем, Генслер продолжит движение администрации Байдена при Харрис. Займет более высокую должность, станет более важным. Я думаю, что здесь речь идет только о зарплате. Я бы здесь сказал, что моя точка зрения в том, что он может стать секретарем казначейства. Джо, покупай биткоин и держи его больше четырех лет. Вот мой совет для всех. Перед тем, как его все купят и будут держать четыре года, в конечном итоге, как ты считаешь, сколько уйдет время, чтобы он стал цифровым золотом? Какую долю рынка золота он в конце концов... Прямо сейчас биткоин занимает 0,1% капитализации мирового рынка. Я думаю, он дойдет до 7%. 7%? Мой долгосрочный прогноз, что за 21 год он вырастет до 13 миллионов. 13 миллионов? 13? А что будет через 5 лет? Ты же считаешь четырехлетками. Знаете, он растет 44% в год. Примерно от 40 до 50 в объеме. Поэтому я думаю, что он продолжит расти дальше в 40% в год, затем в 35, затем в 30-25. И в какой-то момент он станет S&P, который дает 8%. И объемом S&P в плюс 8%, потому что он всегда продолжит становиться более глобальным, открытым и свободным рынком капитала. А что насчет того, что больше твоей зарплаты? Ты миллиардер. Ну, то есть, мы можем говорить про нашу зарплату. Но кто принимает решение о том, что выше твоей зарплаты? Я думаю, это даже меньше твоей зарплаты. Да, точно. Совершенно верно. Биткоин является выражением взглядов того, что ты хочешь инвестировать в активы без рисков своего партнера. То есть, ты не хочешь становиться партнером страны, валюты, города, компании, товара или даже культуры. Так что люди считают, что он рисковый. Но речь идет лишь о том, что люди не хотят принимать риск. Они не хотят предполагать, станет ли картина Пикассо, или недвижимость Нью-Йорка, или акции НVIDIA вырастут через 10 лет. Они хотят купить деньги. Они хотят купить частичку из 21 миллиона всех денег в мире, когда-либо созданных. Все понятно, Майкл. Спасибо. Отлично. Майкл, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok